Здравствуйте, в эфире программа Патрули, я и ведущий Александр Петрушин. Авария, в которой погиб мэр Абакана. КамАЗ сбил велосипедиста. Опасные пассажирские перевозки. Итоги операции нелегал. Все это и не только смотрите в сегодняшнем выпуске. Поехали! В минувшие дни на всю Россию прогремела новость о трагической гибели мэра Абакана Николая Булакина. По сообщениям хакасских информагентств, все произошло на 433-м километре автодороги Р-257. Водитель автомобиля Ford Explorer, двигаясь со стороны Абакана в сторону Кызыла, съехал в Кювет с последующим наездом на дерево. Водитель погиб. В автомобиле он находился один. Все обстоятельства устанавливаются. В Туве устанавливаются обстоятельства двух ДТП с погибшими. В минувшие дни в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что на перекрестке улиц Магистральная и Парижских коммунаров произошел наезд на велосипедиста. Следственной оперативной группой установлено, что 37-летний водитель КамАЗа, двигаясь в сторону поселка Каахем, сбил велосипедиста, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии от тяжести полученных ранений велосипедист, 60-летний житель города Кызыла, скончался на месте происшествия. В тот же день на 14-м километре автодороги Тели-Байтал произошло ДТП, съезд с дороги. Установлено, что 47-летний водитель автомашины ГАЗ-53, управляя транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. В результате аварии пассажир транспортного средства, 36-летний водитель Селотели, который находился в кузове автомобиля, получил травмы, несовместимые с жизнью. Также в медицинское учреждение были доставлены 47-летний водитель и двое пассажиров в возрасте 5 и 44 лет, которые находились в кабине грузового автомобиля. Ребенок перевозился с нарушением требований к перевозке детей. По предварительным данным, взрослые участники дорожного движения находились в состоянии алкогольного опьянения. Оперуполномоченные уголовного розыска полиции задержали подозреваемого в хищении 180 тысяч рублей. 5 октября с заявлением о грабеже в дежурную часть полиции Козыла обратилась 32-летняя индивидуальная предпринимательница. Сотрудники полиции, опросив потерпевшую, установили, что преступление было совершено на одном из оптовых складов города. По предварительным данным, трое злоумышленников зашли в помещение торгового склада. Один из них украл коробку с деньгами, лежавшую за стеклянной витриной и скрылся в неизвестном направлении. По словам потерпевшей, в коробке находилась выручка в сумме 180 тысяч рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. В минувшие сутки в результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные отдела уголовного розыска установили и задержали подозреваемого в хищении денег. Задержание произошло на стационарном Пастуший Велик, когда злоумышленник пытался покинуть республику. Им оказался ранее неоднократно судимый житель Кызыла, 92-го года рождения. Во время допроса мужчина признался в содеянном. В настоящее время фигурант уголовного дела помещен в изолятор временного содержания. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Расследование уголовного дела продолжается. В Туе инспекторы ДПС выявили у водителя поддельное водительское удостоверение. Во время несения службы на стационарном посту ДПС Шевелик сотрудниками госавтоинспекции для проверки было остановлено транспортное средство марки Toyota Corolla. Водитель, 25-летний житель Кызыла, предъявил дорожным полицейским водительское удостоверение с признаками подделки. При проверке документов по информационным базам данных госавтоинспекции установлено, что удостоверение с аналогичным номером и серией выдано жительнице города Москвы. Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в пункт полиции Турана. Водительское удостоверение изъято и направлено на экспертизу. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Госавтоинспекция, то, увы, напоминает, что за использованием заведомо подложного документа предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет, принудительных работ на срок до двух лет, лишения свободы на срок до трех лет. Есть действующий займ? Срежем ставку. Город Кызыл, улица Дружба, 157, улица Ленина, 53, улица Лапсанчапа, 40, телефон 222-28. Быстрая езда захватывает дух, но иногда и жизнь. Вы готовы выиграть несколько секунд и подвергнуть опасности свою жизнь и жизнь пассажиров? Каждый день задерживают десятки нетрезвых водителей. Сколько молодых в жизни удалось спасти, а сколько нет. Рано или поздно каждый нетрезвый водитель приводит к смерти. Всегда. Знаете, какое ДТП носит больше всего жизней? Выезд на встречную полосу. На дороге нет сильных или смелых, есть лишь умные и глупые. Не мамины руки и не мягкая игрушка, а только детское удерживающее устройство способны сохранить жизнь вашему ребенку в случае дорожно-транспортного происшествия. Дайте автокреслу шанс спасти вашего малыша. Казалось бы, автокресло – это мелочь, но эта мелочь имеет огромное значение. Наибольшую опасность представляет собой автомобиль, который едет быстрее, чем способен думать ее водитель. Помните, беда редко приходит на скорости ниже 60 км в час. Чтобы быть в памяти детей завтра, нужно быть в их жизни сегодня. Взрослые, помните, вы явились на свет без запасных частей. В Туве госавтоинспекторы выявили водителя, осуществлявшего перевозку пассажиров без лицензии и водительского удостоверения. В целях снижения показателей аварийности, в том числе с участием пассажирского транспорта, госавтоинспекция совместно с территориальным отделом Государственного автодорожного надзора продолжает рейдовые мероприятия по профилактике и пресечению нарушений в сфере городских, междугородних и межрайонных пассажирских перевозок. За два дня рейдовых мероприятий сотрудники госавтоинспекции выявили 23 нарушения, которые допущены водителями газелей и автобусов. Так, полицейскими выявлено 7 нарушений правил перевозки людей, трое водителей управляли пассажирскими маршрутными транспортными средствами, будучи лишенными прав управления, еще двое водителей перевозили пассажиров, не имея права управления авто. За управление транспортными средствами при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация запрещена, составлено три административных материала. Выявлено, что три водителя управляли пассажирским транспортом, не имея при себе документов. Помимо этого, сотрудники ГИБДД выявили нарушение правил маневрирования, превышения скорости, правил использования внешними световыми приборами и звуковыми сигналами, нарушение применения ремней безопасности. Накануне, в ходе рейдовых мероприятий, сотрудники ГИБДД на остановке Пушкина города Кызыла с целью проверки остановили «Газель», осуществлявшую перевозку пассажиров по маршруту номер 4. При проверке документов госавтоинспектор выявил, что 32-летний водитель управляет пассажирским транспортом без водительского удостоверения и без соответствующей лицензии. По базам данных ГИБДД установлено, что 32-летний мужчина лишен водительского удостоверения за управлением автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. О данном рейсе не был уведомлен надзорный орган и не получено соответствующего разрешения, а пассажиры маршрутного автобуса не были застрахованы. В отношении водителя был составлен протокол. «Газель» изъятой помещена на специализированную стоянку. 32-летний водитель привлечен к административной ответственности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. В ТУВЕ подведены итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нелегал-2019». С начала года на территории республики сотрудники полиции в три этапа провели комплексно-оперативную профилактическую операцию «Нелегал-2019». Оперативные мероприятия осуществлялись во взаимодействии с представителями Управления Федеральной службы безопасности и пограничного управления и линейного отдела полиции аэропорта города Кызыл. Мероприятия направлены на выявление и пресечение нарушений иностранными гражданами правил пребывания и осуществления трудовой деятельности в России, а также гражданами страны, должностными и юридическими лициями, правил привлечения и использования иностранных работников. Всего проверкой было охвачено более тысячи иностранных граждан и лиц без гражданства. Сотрудники полиции и других правоохранительных структур выявили 119 административных правонарушений, в том числе 19 фактов нарушения режима пребывания на территории России, 28 фактов неисполнения принимающей стороной требований миграционного учета и предоставления недостоверных сведений при оформлении документов на въезд в страну. Кроме того, пресечено 17 фактов нарушения порядка осуществления трудовой деятельности иностранными гражданами, 24 факта нарушения порядка уведомления о заключении или расторжении трудового договора, а также порядка привлечения иностранцев к трудовой деятельности. Выявлено одно нарушение режима государственной границы. В отношении иностранных граждан составлено 67 протоколов об административных правонарушениях. Судебными органами вынесено 3 решения об административном выдворении иностранных граждан за пределы страны. В ходе рейдовых мероприятий выявлено 2 факта фиктивной постановки на миграционный учет по месту пребывания иностранных граждан в живых помещениях. По данным фактам возбуждены уголовные дела. Расследование уголовных дел продолжается. На территории Кызыла установлен 1 факт использования иностранным гражданинам поддельных документов, подтверждающих право на пребывание в России. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ну а 4 иностранным гражданам отказано в выдаче разрешения на въезд на территорию Российской Федерации. Мероприятия по противодействию незаконной миграции будут продолжены. Редактор субтитров А.Семкин